здравствуйте зрители моего канала сегодня опять у нас дайсон в ремонте но благодаря вашим комментариям мы нашли у него еще одну проблему спасибо сразу хочу сказать артуру проблема начинается что когда мы поменяли как в прошлых видео заменили на ремонтный контроллер в дайсоне артур сказал что есть проблема что на турбо режиме пылесос выключается просил помощи что не бракован или контроллер я не придал этому значения подумал и он еще также сказал что не сильно разбирается в электронике но все-таки проверить стоило много сообщений переписки и вот я делаю видео что же все-таки происходит включенный турборежим на нашем дайсоне я просто кнопочку без пружинки она включена видно что пылесос выключается аккумулятор быстро садится хотя аккумулятор фактически заряжен при этом на обычном режиме аккумулятор полностью заряжены ничего подобного не происходит чем-то все-таки проблема я начал разбираться еще почитал комментарии пользователей и нашел пылесос у которого конкретно у этого пылесоса знакомого оказалось два гарантийных замены две гарантийные замены этот третий ну родной был и две гарантийные это третий который благополучно закончил свою жизнь технической блокировкой почему это произошло и все-таки наверное инженеры дайсон не просто едят свой хлеб блокируя эти контроллеры мой знакомый пользуется пылесосом исключительно на турбо режиме просто он не пылесосит им на обычном режиме всегда турбо на турбо режиме дайсон потребляет 20 ампер что оригинальные аккумуляторы я так понимаю если ему в течение двух лет поменяли три раза аккумулятор а на говорят а вы наверно часто пользуетесь turbo режим он говорит так я постоянно им пользуюсь они говорят ну только по инструкции я сам не читал но как сервисники сказали ну можно пользоваться пять минут при этом аккумулятор не потерял емкости емкости потерял аккумулятор всего лишь 50 миллиампер фактически аккумулятора в полном здравии тут уже вот не оригинальный замененный контроллер посмотрим что же произошло а произошло следующее мы видим 14 миллион 13 9 14 14 и вот одна скажем живая банка 12 6 но я подозреваю новые банки 12 чтобы давать постоянный ток все-таки внутреннее сопротивление аккумуляторов у дайсон деградирует что сразу же сказывается на его тока отдачи и поэтому ну вероятнее всего что поэтому и инженеры контроллером фирменным блокирует аккумулятор но при этом пылесос прекрасно работает на обычное режиме первое видео я записал полгода уже прошло даже больше наверно месяца 8 и до сих пор я созвонился с человек женщины которые им пользуются и она говорит все отлично я уточнил пользуется ли она труба режим она сказала пользуюсь очень изредка фактически нет ну по факту аккумулятор будет работать не на турбо режиме но для своего знакомого я говорю ну окей давай тогда сделаем тебе супер аккумулятор на базе ячеек samsung 21 740 с постоянной только отдачей 35 ампер я думаю что теперь его аккумулятор будет реально раз он любит турбо режим мы возьмем распаяем его я спаяю чтобы вы могли это в домашних условиях сделайте без использования сварки откинем сначала балансные проводки ну соответственно в оригинальном аккумуляторе придется перерезать и замену можно произвести только заменой контроллера но так как контроллер у нас есть мы заменим одни банки все скажут проще купить оригинал до мероприятие довольно небюджетное но я думаю что мы будем следить за жизнью этого аккумулятора но мы уже поняли судя из рассказов моего знакомого что оригинальный аккумулятор при постоянном использовании турбо режиме живет чуть больше полугода если честно я вижу в первый раз что деградировала внутреннее сопротивление без деградации емкости аккумулятора то ли аккумуляторы изготовлены очень специфически для этого прибора может я чего-то не знаю если есть у кого опыт именно с такой деградации внутреннего сопротивления для пользователей которые не совсем понимают о чем я говорю внутреннее сопротивление аккумулятора это его параметр тока отдачи самый главный параметр по тока отдачи но у дайсона используется аккумулятора тип размера 2700 мы будем использовать типоразмер 21700 не совсем это конечно история вся подходит сюда видите на для этого надо удалить защитную пленочку с аккумулятора и наверное придется еще погреть феном вот это я единственное забыл сделать чуть-чуть подогреваешь но банка отлично заходит ссылочки что где заказываю оставлю в описании аккумуляторы сразу видны 40т оригинальные везде все промылано маркировано на кассете ну в принципе там в интернете есть много обзоров как отличить фейк от оригинала и греем вот эту часть и мы подготовлены к рекординации аккумулятор теперь подготовим поверхность для пайки как я и говорил я паяю без кислоты у кого нету там скажем дорогого припоя с флюсом не с канифолью раз флюс я рекомендую применять ттт флюс гель он считается неактивным в принципе его не надо отмывать как кислоту мы можем попробовать как с ним это происходит он стоит в районе по-моему пятидесяти рублей для него лучше применять крепой без канифоли и флюсом и и и и и и и и бюджет мероприятия наверно прям не самый низкий ну по крайней мере мы будем иметь очень мощную батарею которая я думаю там прослужит скажем не один год и не два так как аккумуляторы будут работать в щадящем режиме и и и теперь можно подпаять плюс теперь можно подпаять баллонсировочные проводки еще кстати не обратил ваше внимание внутреннее сопротивление нового аккумулятора оно составляет 8 миллион аккумулятор разряженный 8 миллион это почти лучше чем в два раза чем у оригинального АКБ что должно очень положительно сказаться на тепловом режиме данного аккумулятора не забываем про пружинку и про кнопочку поставлю его пока на зарядку вот как видно процесс зарядки уже подходит к концу но некогда ждать попробуем посмотреть что у нас получилось турбо режим в принципе у нас пылесос работал турбо режим я думаю всем все понятно что аккумулятора полностью в районе пластины начинает подогреваться но все-таки 20 ампер есть 20 ампер а так в целом я пробовал 20 минут он работает вообще на турбо режиме без всяких проблем следующее видео я постараюсь сделать как при покупке аккумуляторов сделаю это на примере дайсон также купил больше десятка и вам будет очень интересно какие схемы по продаже используют недобросовестные продавцы с алиэкспресс и блогеры которые вам предлагают по ссылке купить аккумуляторы якобы проверенного качества